Машинист Боровлянского лесхоза по-хозяйски осматривает новый трактор Б-9. Мощная машина челябинского производства скоро пополнит парк родного лесничества и сможет выручить в случае крупного торфяного пожара. А это под силу далеко не каждому агрегату. Когда ДТ-75 уже не может ничего сделать, когда его глубины не хватает, там торф, потому что на помощь приходит только такая техника тяжелая. Алтайские лесничества сегодня остро нуждаются в технике и инвентаре для тушения пожаров. Последние в нашем крае случаются все чаще. И по прогнозам ученых-экологов в ближайшие годы огонь в лесу может натворить еще немало бед. А многие машины, которые специально предназначены для тушения пожаров, морально устарели. Пожарная машина у нас с 80-х годов. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло бы в 90-е годы, когда происходило сокращение армии. Из армии пришли зилы из химических войск, так называемые Арс-14. За счет них выживаем. Потому что специальные пожарные техники не так уж часто нам дают. Но ситуация постепенно все же выравнивается. Так, по нацпроекту «Экология» за три последних года на улучшение материально-технической базы алтайских лесничеств выделено около 400 миллионов рублей. Приобретено свыше 100 единиц лесопожарной техники. 24 спецмашины закупили в этом году. Мы получили 24 единицы, а так в планах было 25 единиц. То есть вот эта тема, вынуждены были заново проводить аукционы, потому что ценовая в течение лета как-то немножко прыгнула. Но в любом случае сейчас стабильно все. У нас на подходе еще две единицы, которые мы получим в октябре, в конце сентября, в октябре. Большая часть техники распределена между лесничествами юго-запада края. Ведь именно там, в засушливых степных районах, лес от огня страдает чаще всего. Это лето, говорят специалисты, и вовсе можно назвать аномальным. Только от молнии случилось 277 возгораний в лесу. Одно из них в Угловском районе стало неконтролируемым и перешло в верховой, самый опасный пожар. В тот же июль месяц, когда в один из дней только произошло на территории двух районов Микаловка и Угловского 49 пожаров. Представляете, что такое, как работала техника, как работали люди. В таких ситуациях людям без специальной техники точно не выстоять. А в комплектацию одной только пожарной машины входит несколько десятков различных предметов для борьбы с огнем. От мотопомп и лопат до рукавов и емкости под воду. Совсем скоро все это будет на вооружении у сотрудников Степно-Михайловского, Ключевского и других лесничеств края. С учетом этого поступления техники в крае сейчас насчитывается около 200 лесопожарных машин. Новых из них – половина. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok